ВАМАНА ПАРШВА ПАРИВАРТИНИ ЭКАДАШИ Махарадж Юдхиштхира обратился к Господу Кришне. О, милостивый Господь, расскажи, пожалуйста, о следующем Экадыше, бывающем в сентябре. Как он называется, как ему следовать и какому божеству поклоняется в этот Экадыше? О, Юдхиштхира, разумнейший среди людей, ответил Кришна, я очень люблю твои вопросы об Экадыше, которые ты задаешь на благо всех. Послушай же и ты, и все здесь собравшиеся о славе этого Экадыше, носящего несколько имен. Одно из названий этого Экадыше – Джаянти. Что переводится как победоносный. Этот Экадыше устраняет все последствия грехов. Просто слушая о его славе, человек освобождается от всех своих прошлых злодеяний. Еще одно его название – Паршва Паривартини. Что переводится как переворачивание с бока на бок. В этот Экадыше Господь Вишну, спящий на божественном острове Швитадвипа в Молочном океане, переворачивается на другой бок. Господь лег спать в ночь полувогов, которая длится четурмасью – четыре земных месяца. Эта ночь началась после Шаянии Экадыше. В Паривартинии Экадыше прошла ее половина, и в Харибадхине Экадыше в месяц Картика она закончится. Благо, получаемое в это время четурмасье, особенно велико, поэтому нужно тщательно соблюдать Паршва Паривартини Экадыше. «О, Кришна!» – сказал Махарад Шритхи Штхира. «Что происходит с другими живыми существами, когда ты в форме Господа Вишну спишь?» Шри Кришна ответил. Так говорят, что Господь спит, погруженный в Йогу Нидру, хотя на самом деле Он не нуждается во сне. Эти четыре месяца четурмасью Господь Вишна живет вместе со своим любимым преданным Бали Махараджем на Сутали Локе в Нижнем мире, а обязанности Господа Вишну временно на себя берет Господь Шива. Все жители Вселенной, о Махарадж, всегда думающий о других, живут своей жизнью и совершают различные аскезы, благоприятные в чатурмасью. «О, Джанардана!» – воскликнул Махарадж Юдхиштхира. «Ты так любишь Бали Махараджа, что живешь с ним на Сутала Локе? Он же демон!» «Да, дорогой Юдхиштхира, я очень люблю Бали Махараджа, и он беззаветно предан и любит меня». И как раз третье название обсуждаемого нами Экадыши – «Вамана Экадыши». Эта история связана с воплощением Вишну в виде карлика Брахмана – Ваманы, и, конечно же, с Бали Махараджем. В этот паривартене Экадыши нужно поклоняться Всевышнему Господу в его облике Ваманадевы, чьи глаза подобны лепесткам лотоса. Делая так, Вайшнав также поклоняется и всем другим божествам, включая Браму, Вишну и Шиву. Это важнейший пост во всех трех мирах, соблюдающий его беспрепятственно достигнет обители Господа Хари. Поклоняться можно, например, своим слухом, слушая истории о Господе Ваманадеве, или своим телом, совершая поклоны, голосом, воспевая киртан, глазами, созерцая изображение Господа и поднося ему ароматные цветы, благовонию и горящую лампаду или фитилек на масле гии. Махарадж Ютхи Штхира внимательно слушал, но, обеспокоенный упоминанием о демоне, он спросил Кришну. «О Господь, разъясни мне, пожалуйста, я слышал, что Бали – это великий демон. Как же ты смог одолеть такого могучего асура, будучи в образе карлика? Прошу, ясно объясни мне это, ведь я твой искренний преданный». Ширикришна ответил. «О Ютхи Штхира, о лев среди царей, я с радостью поведаю тебе эту историю, слушание которой устраняет все последствия грехов». Когда-то в Трета-Югу жил царь по имени Бали. Хотя он родился в демонической семье, он был очень предан мне. Он пропел мне много ведических гимнов и, чтобы удовлетворить меня, совершил ритуал Хома. Он почитал дважды рожденных брахманов и занял их совершением ежедневных жертвоприношений. Будучи доблестным воином-демоном, праведным царем и при этом возвышенно преданным, он обрел великое могущество. Демоны всегда враждуют с полубогами. И теперь, во главе с Бали, армия демонов напала на армию полубогов во главе с царем небес Индры и разгромила полубогов в честной битве. Полубоги потеряли свое царство и вынуждены были скитаться по всей вселенной. И вот полубоги, а вместе с ними великие святые, пришли ко мне и пожаловались на Бали Махараджа. Склонив головы к земле и вознеся священные молитвы и звезд, полубоги вместе со своим духовным учителем Брихаспати почтили меня. И я согласился явиться в их интересах, как карлик Вамана, мое пятое воплощение. Бали Махарадж вместе с демонами теперь жил в прекрасном райском царстве Индры, где столько уютных садов и приятных уголков, где природа умиротворяет ум, и есть множество райских развлечений. Сады и дворцы полубогов достались демонам, и у полубогов не было сил вернуть их себе. В то время Бали Махарадж проводил огненное жертвоприношение. Это было огромное жертвоприношение с тысячами брахманов и жертвенных даров, какое и должен проводить великий царь. Горы золота, драгоценных камней, риса, горшков хазги, ароматных гирлянд и множество разнообразнейшей еды было приготовлено. Я пришел на это жертвоприношение в виде карлика-брамана. Полубоги подарили мне зонтик, одежду отшельника, пояс, данду и сосуд к командалу. Улыбаясь, я шел среди браманов к царю Бали. Видя мой трансцендентный сияющий облик и сладкую улыбку, все браманы застыли в удивлении и вознесли мне молитвы. Я был очень счастлив увидеть своего дорогого преданного. Оттого я так радостно улыбался. Махараджа Бали, движимый любовью, хотя и не зная, кто я, поспешил ко мне. Приветствовав меня как должно, он захотел дать мне пожертвование. Бали стал властелином трех миров, и он хотел подарить мне золото, слонов, дворцы, деревни и даже целую планету. Но я от всего отказался. Я сказал «О Бали, пожалуйста, пожертвуй мне всего лишь три шага земли, которую я могу отмерить своими шагами. О царь, ты повелеваешь всей вселенной, и ты необычайно щедр, но я не буду просить у тебя более, чем мне необходимо». Царь был очень удивлен моей просьбе и моим мудрым речам, ведь я выглядел как пятилетний ребенок. «Будь по-твоему, – сказал Махарадж, – что хочешь, то и бери». Великий Шукрачарья, духовный учитель Бали, подошел к нему и сказал «Что ты делаешь, о царь? Возьми назад свое обещание. Это Вишну пришел в виде карлика Брахмана по просьбе полубогов, чтобы отнять у тебя все. Подумай о своей семье, о демонах, ты лишишь нас всего». Бали Махарадж задумался и тщательно обдумав все, так сказал гуру Шукрачарья. «О мой господин, о гуру Дэв, ты святой, видящий суть вещей и видящий мое безрадостное будущее. Пусть господь Вишну пришел убить меня, как врага полубогов, ведь я демон. Но я внук прохлады Махараджа. Как же я могу, поддавшись жадности и страху, нарушить свое слово? Я отдам этому маленькому Брахману все, что он у меня попросит». Гуру Шукрачарья очень разгневался и проклял своего непослушного ученика. Абали Махарадж вместе с супругой омыли мне стопы. Они были очень счастливы. Жители райских планет Ганхарвы, Кимпуруши, Кинары играли на тысячах литаврах и трубах и осыпали меня и Махараджа Бали цветами. «Посмотрите, как велик Махарадж Бали! О да, о да, он великий преданный!» восклицали полубоги. Бали Махарадж знает, что господь Вишна на стороне полубогов, но он все равно готов пожертвовать ему все три мира. «Как крепко слово Махараджа! Он настоящий преданный, хотя и демон!» Я стал увеличиваться в размерах и принял свою гигантскую вселенскую форму. Всю землю я покрыл своими стопами, Бховарлоку — своими бедрами, Небеса Сварга — талией, Махарлоку — животом, Джаналоку — грудью, Тапалоку — шеей, Исатьялоку — головой и лицом. Вся вселенная оказалась внутри моего тела. С изумлением царь Бали и его подданные демоны созерцали мою дивную вселенскую форму. Сердца демонов преисполнились скорби, а полубоги и святые запели ведические гимны. Я снова принял свою форму Аманадевы, подошел к Бали и взял его за руку и сказал ему, «О, безгрешный, я покрыл всю землю одним шагом, все небесные планеты вторым. Куда же мне сделать третий шаг, чтобы отмерить обещанную мне землю?» «О, мой Господь!» — ответил Бали. «Теперь все принадлежит тебе. Из моей собственности у меня осталось только мое тело. Сделай же третий шаг мне на голову». И Бали склонился передо мной, предлагая мне свою голову. Видя преданность и смирение Бали, я остался им очень доволен и поставил ногу ему на голову. Я отправил Бали Махараджа вместе с демонами на планету Сутала в нижних мирах, а полубогам отдал их царство. Может показаться, что я так наказал Бали Махараджа, указав, что его место в нижних мирах недалеко от ада. Я сказал Бали так, «Мой дорогой преданный, даже отвергнутый духовным учителем, порицаемый семьей и всеми демонами, лишившись власти над всеми тремя мирами и всех богатств. Ты остался верным своему слову». Я обещаю тебе, теперь я буду жить с тобой на особой планете Сутали, которую по моему распоряжению создал для тебя Вишвакарма, архитектор полубогов. Эта планета находится под моим особым покровительством, и ее жители не знают ни страданий, ни беспокойств, ни болезней, ни усталости. Живи там мирно в окружении друзей и родных. Махарадж Бали с глазами полными слез молитвенно сложил ладони и голосом, прерывающимся от экстаза преданности, ответил мне, «Какие удивительные плоды приносят даже попытка выразить тебе почтение. Я всего лишь пытался склониться перед тобой, но это усилие принесло мне такой же успех, какого достигают чистые преданные, а я всего лишь падший демон». Махарадж Ютхиштхира, пандавы и их жены, дети и другие обитатели дворца завороженно слушали Кришну, погруженные в эти трансцендентные истории. Слышно было только, как ветер шелестит деревьями, даже птицы замолчали, внимательно слушая мелодичный и глубокий голос Кришны. Махарадж Ютхиштхира, который на правах хозяина дома, как старший, задавал Кришне вопросы, продолжил, «О, Джанардуна, как славен этот Икадыши и как славна эта история о твоем воплощении Ваманадевы. Ты пришел как Ваманадевы в этот Икадыши?» Шри Кришна ответил, «Я пришел как Вамана на следующий день после этого Икадыши в Двадыши. Бывает, что празднование Икадыши совпадает с Двадыши, и это особенно мощный Икадыши, называемый Махадвадыши. И тогда день Ваманадевы совпадает с Икадыши». «О, Джанардуна, расскажи, пожалуйста, как нам соблюдать этот Вамана по ревартине Икадыши?» Кришна ответил, «Если можно, в этот день нужно дать достойной личности йогурт, смешанный с рисом, а также серебро и бодрствовать всю ночь. Простое соблюдение этого Икадыши освободит человека от материалистичности, и он обретет все виды счастья в этом мире, а в конце концов попадет в Царство Бога. Тот же, кто слушает это повествование с преданностью, попадет в обитель полубогов и будет сиять, как сама луна, так могущественен этот Икадыши. А соблюдение его также могущественно, как совершение тысячи Ашваметха-Ягий, которые сами по себе труднодостижимы даже для царей». Дорогие друзья, кратко расскажу о правилах соблюдения Икадыши. Собрав все вопросы в комментариях к видео и к статьям об Икадыши, попытаюсь на них ответить с помощью текстов Пуран. Пуран – это ведические священные тексты, в которых описаны все Икадыши. Экадыши переводится как «11». Это ведический пост на 11-й день растущей и на 11-й день убывающей луны. Соблюдается по лунному календарю два раза в месяц. Этот день благоприятен для поста, приносит очищение кармы, убирает болезни, дает исполнение желаний и милость Бога. В Икадыше не едят зернобобовые и невегетарианские продукты. Пост происходит от восхода солнца на 11-й лунный день до восхода солнца в 12-й лунный день. Иногда пост на Икадыше переносится на 12-й лунный день на два дыши из-за определенных правил расчета поста на Икадыше. Точно день поста для своего города можно посмотреть в лунном ведическом или в айшнавском календаре на сайте или в приложении. В описании к видео я даю ссылочку на эти ресурсы. Главное правило Икадыше не есть зернобобовые продукты и невегетарианские продукты. Это минимальный уровень поста Икадыше. Второй уровень поста это пост, описанный в Махабхарате. Вода, фрукт, корень, молоко, масло ги, совет брахмана, слова духовного учителя и лекарства. Эти восемь вещей не прерывают поста обета. Именно так постился Шила Прабхупада и учил этому своих учеников. В дни Икадыше мы отказываемся от пищи, даже не пьем воду. Однако в нашем обществе мы не соблюдаем настолько строгие правила. Мы говорим, в Икадыше не следует употреблять в пищу зерновые. Можно съесть немного фруктов, выпить молока. Это тапасия. Полные Икадыше это сухой пост и ночное бдение в ночь с Икадыше на два дыши. Соблюдение такого поста приносит полный плод Икадыше. Соблюсти его довольно сложно, так как дневной сон в Икадыше и два дыши тоже запрещен. Но даже частично соблюденные Икадыше приносят большие плоды, особенно если соблюдать его регулярно по силам. Каждый Икадыше приносит очищение кармы, грехов, болезней, поэтому не обязательно направлять энергию Аскезы на здоровье. Это произойдет само. Лучшим мотивом в соблюдении Икадыше будет порадовать Бога или духовного учителя соблюдением Икадыше. Результат такого поста – милость Господа. Подготовка к посту Накануне Икадыше вечером не едят зернобобовую и невегетарианскую пищу. Желудок должен быть чист от зерновых в Икадыше. Если у кого-то пища переваривается медленно, то день перед Икадышем можно уже провести без зернобобовых. Если собираетесь поститься сухую, то можно попить не только вечером, но и утром до восхода солнца, так как пост начинается с восходом. До восхода в день Икадыша можно поесть фрукты или молочные продукты. День поста Утром в Икадыше просыпаются до восхода солнца, чтобы, как взойдет солнце, вступить в пост и дать обед. Обед также можно дать заранее вечером. Обед дается перед домашним алтарем или священной книгой или с памятованием о Господе в сердце своими словами, а также можно зачитать обед из Пурана. В Харе Бхакти Виласи приводится мантра, которую произносят утром, чтобы начать Икадыши врату. О непогрешимый лотосаоки Господь, я проведу Икадыши без пищи, а на следующий день прерву пост, будь же мне прибежищем, о очьюто, и не дай моему обету пройти впустую. Если вы будете что-то вкушать в Икадыше, то можно сказать, буду поститься без зернобобовых. Икадыши это не только пищевой пост, есть определенные ограничения на обычную деятельность в этот день, а есть деятельность, приносящая особые заслуги и блага. В Икадыше избегают спорта, массажа, дневного и ночного сна, интимной близости, тяжелой работы, украшения тела и изысканных нарядов, изысканных блюд, посещение общественных мест, разных разговоров, мирских фильмов и передач. В Икадыше благоприятно, чтение духовных книг, воспевание мантр, медитация, киртан, служение Богу, очень простая еда при необходимости, прогулки на природе, посещение храма, духовные лекции, духовные фильмы. Вот в этом тексте передается настроение, с каким соблюдается Икадыши. В Икадыше, воздерживаясь от дневного сна, не принимая ни воды, ни пищи, надлежит всю ночь радостно воспевать славу Господу и играть на музыкальных инструментах, чтобы доставить ему удовольствие. Вхавише Уттарапурана Преданные Кришны в дни Икадыши стараются больше повторять кругов Махамандры Харе Кришна для удовольствия Господа и духовного продвижения. В священных писаниях Икадыши называют древом исполняющим желания. С помощью поставы Икадыши можно исполнить свои желания, можно энергию Аскезы направить на какой-то проект, на излечение от болезни на помощь другому человеку. Тот, кто соблюдает пост ради блага кого-то, автоматически получает благо и себе, поэтому поститься за кого-то лучше. В Харе Бхакти Виласе написано Тот, ради кого постятся, обретает полное благо. Постясь на благо своего мужа, жена получает в сто раз большее благо, чем постясь ради себя. Ее муж также получит благо от следования посту. Ночь в Икадыши Полные Икадыши это не только сухой пост, но и отсутствие сна днем Икадыши и ночью Сыкадыши на Двадыши, то есть в ночь на 12-й лунный день. В Индии в храмах люди собираются на ночное воспевание святых имен Бога и поют так вместе до утра, помогая друг другу выдержать эту сложную аскезу. Услышав сладкие песни преданного в ночи Икадыши, Господь Нарайна, супруг Лакшми становится так доволен, что дарят ему больше богатств, чем владеет Индра в течение 100 правлений Ману. Но если сложно бодрствовать всю ночь, можно провести в бдении часть ночи. Ночь это время от захода солнца до восхода. Это время нужно разделить на три части и бодрствовать хотя бы одну треть ночи. Например, зимой в России это нетрудно, так как солнце садится рано. Но если ночь в Икадыши это слишком сложно, то можно просто мысленно прославить эту святую ночь. Выход из Икадыши Утром после восхода солнца на следующий день после Икадыши нужно завершить пост. В Пуранах описывается, что для завершения поста в благоприятное время Икадыши Парану, которая обычно длится 2-2,5 часа после восхода солнца, но бывает и по-другому, это время всегда указывается в календарях Икадыши. В это время нужно сделать пожертвование, накормить свою семью и поесть самому. Заранее нужно подготовить освещенную воду и кусочек освещенной зерновой пищи, чтобы выйти из поста и дать эту пищу близким. Если нет освещенной пищи, то можно ее сделать, попрося своими словами Господа принять воду и пищу, так она станет освещенной. Для выхода из Икадыши можно использовать крошку печенья или приготовленное зернышко риса, пшеницы, ячменя, например, можно использовать сладкий вздутый рис. Перед тем, как съесть зерновое, нужно сказать слова, завершающие обед Икадыши. Можно своими словами поблагодарить Господа за возможность соблюдать пост, если соблюдали обед за кого-то, то передать плоды Аскезы ему, то есть сказать, этот Икадыши был соблюден для блага такого-то человека. В Харибахте Виласе дается мантра для завершения обеда Икадыши. О Кешева, О мой Господь, я ослеплен тьмой невежества, милостливо будь доволен моим обетом и милостливо взгляни на меня. Пожертвования Все Аскезы завершаются пожертвованием, чтобы получить благие результаты. А Икадыши Парана особенно благоприятное время, когда можно сделать пожертвования, но можно делать пожертвования и в другое время. Лучшее пожертвование духовному учителю, святым людям, брахманам, людям, распространяющим духовное знание, а также сильно нуждающимся людям. Им можно пожертвовать пищу, одежду. Цитата из Хари Бахти Веласы Пост Викадыши совершенен, если пожертвовать достойному брахману золотой или медный горшок, наполненный ги или фитилями из ги наряду с восьмью горшками, наполненными золотом и покрытыми тканями. Тот, кто не в состоянии сделать такие подарки, должен хотя бы сказать брахману несколько добрых слов. Сделавший так, несомненно, получит полное благословение Поста Викадыши. Если у нас нет возможности сделать пожертвование золотом, маслом ги и фитилями, то можно заменить его на деньги. При невозможности перевести деньги, можно сказать доброе пожелание брахманам или проповедникам духовного знания или людям, занимающимся благими проектами. Слава обета Викадыши Цитата из Вет Ямарадж Бог смерти сказал, Я не могу наказывать тех, чей сын или внук совершает пост на Викадыши. В действительности я боюсь такого человека, поскольку такие великие души освобождают сто поколений своей семьи. Падма Пурана Те, кто соблюдает обеты Викадыши, прославлены повсюду. Они не боятся никакой болезни или беспокойств, связанных с разбойниками. Амрита Сарадхара Экадыши очень дорог к Верховному Господу и дарует высшее благочестие. Тот, кто постится на Экадыши и затем с верой поклоняется Господу Кришне в два дыши и достигнет чистого преданного служения Богу. Вашнава Тантра Дорогие друзья, благодарю вас, что смотрите видео об Экадыши и ведические истории. Мне очень радостно создавать их для вас и тем быть полезной. Благодарю вас за комментарии, вопросы, добрые слова, их так приятно читать. Благодарю за подписку и за пожертвование. Желаю вам чудесного Экадыши и празднования явления вам Анадевы. Пусть Господь наградит вас всеми достояниями и материальными и духовными, как он сделал для Бали Махараджа. До новых встреч, дорогие друзья, до следующих Экадыши и до следующих видео.